Свистать всех наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, Александр Петров с вами у меня в гостях гневный советский эсминец 6 уровня в прокачиваемой ветке. Почему именно этот корабль сегодня у меня на обзоре, вы узнаете об этом чуть-чуть попозже. Ну и сейчас давайте посмотрим, чем корабль хорош, чем плохо, как играть и вообще как с ним бороться. Друзья, все вы знаете, что у советов есть знаменитый легендарный эсминец Гремящий, который долгое время был прям супер желанным для всех-всех-всех-всех-всех. У него там миллион всяких преимуществ было и так далее и тому подобное, гневный конечно рядом и не отоптался. Но с тех пор произошло много изменений, Гремящему отрубили стрельбу без инвиза и гневный подняли на один уровень выше. Соответственно, это определенным образом на него повлияло. Давайте посмотрим, чем интересен этот эсминец, какие у него характеристики. Это, как вы понимаете, артиллерийский эсминец, боеспособность 14100 единиц, достаточно большое количество ХП. Можно, конечно, взять перк на мастера борьбы за живучесть, но на этом уровне не такой большой прирост вам будет. Так что я думаю, что на этом перке можно немножко сэкономить. Артиллерия, замечательное орудие, 4 штуки, 130 мм, очень долго поворачивающиеся, традиционно башни. Но, тем не менее, от этого они ничуть не теряют своих плюсов. Замечательные бронебойные снаряды, которые запросто пробивают крейсера при определенном, конечно, угле и при определенном расстоянии. Но, тем не менее, это возможно. Торпеды здесь, увы, не такие ультимативные 4-х километровые торпедки. Достаточно мощные, быстрые, 70 узлов. Если сравнить с тем же самым гремящим, у него всего 55 узлов на гневном. Стоит 70-ти узловая торпеда. Быстрая, хорошая, но, к сожалению, всего 4 километра. То есть использовать можно только из-за острова, на стрежень, ну или в дымах там где-то, подкараулив противника. Ничего не поделаешь. Здесь есть кое-какое ПВО. Исторически эти эсминцы очень часто воевали именно с авиацией противника. Сопровождая корабли в арктических конвоях. И здесь, как видите, даже вот некая иностранная противовоздушная артиллерия установлена. Кольт. Что касается маневренности. Конечно, к сожалению, корабль далеко не является одним из самых маневренных на своем уровне. Маневренность здесь у нас перекладка 3,5 секунды. 610 циркуляций не очень много, но зато замечательная скорость практически 40 узлов. Гремящий, конечно, отличается от всей этой истории тем, что у него перекладка 2,7 без модуля. А здесь, как видите, перекладка 3,5 с модулем. То есть корабль, конечно, весьма и весьма не маневренный. Но, тем не менее, в последнее время тут что-то подкрутили-закрутили. Маскировка у нас 6,1. В принципе, корабль достаточно незаметный и ведет себя более чем неплохо в нынешнем рандоме. Особенно стараясь там не напарываться на эсминцы противника и не попадать под артиллерийский огонь. Играем мы все-таки достаточно аккуратно, но уверенно при этом. Давайте сейчас попробуем корабль в открытом бою. Ну, а пока мы грузимся, я вам, собственно, расскажу, о чем речь. Дело в том, что, друзья, сегодня мы будем проводить историческую симуляцию, где вы сможете почувствовать себя самым настоящим либо охотником на полярный конвой арктический, который проводили союзники во время Второй мировой войны, ну, либо же защитником этого конвоя. Для этого, друзья, зайдите на наш стрим, который сегодня будет в 9 часов вечера. Вам нужна будет определенная техника. Внизу есть в описании, что конкретно нужно для того, чтобы поучаствовать. Это будет как минимум весело. И, безусловно, вы сможете еще и выиграть хорошие призы, если же будете хорошо себя проявлять. Ну, по крайней мере, это будет стопудово забавно. Поэтому заходите, приходите. Все ссылки в описании под видео есть. Так, нас забрасывает против семерок. Ну, в общем-то, я думаю, что ничего страшного. Можно вполне себе даже и пострелять. Значит, чем хорош наши друзья гневные? Безусловно, конечно, артиллерия – это основной плюс советских эсминцев. Она мощная, она достаточно скорострельная. Ну, при прочих равных условиях стреляют они лучше, чем японцы. И обладают очень хорошей баллистикой. Дальность стрельбы у нас здесь 11,9. Вроде бы это даже у нас без, по-моему, да, без модуля у нас на дальность, без перка. Можно сделать и больше. Но, как правило, как правило, знаете, вот, когда у вас есть в порту гневные, это значит, что вы прямо сейчас качаете советскую ветку и собираетесь его каким-то образом пройти. Вряд ли этот корабль вы будете оставлять у себя в порту, скажем там, на память. Но, тем не менее, как только вы столкнетесь с первым артиллерийским советским лидером, это у нас подвойский, это действительно лидер, и во многом он определяет геймплей будущих кораблей, которые будут встречаться вам в ветке, вы, конечно же, должны будете понять, что гневный, ну, в общем-то, абсолютно не исключение, а закономерное продолжение этого подвойского. С той разницей, что чуть позже вы будете выбирать, либо вы будете кататься на ветке лидеров, это, который идет в сторону Хабаровска, либо же вы будете кататься в ветке, которая больше все-таки похожа на классические эсминцы, где на вершине пирамида нас ожидает с вами этот Грозовой. Да. Вот. Хотя Грозовой сейчас во многом, конечно, напоминает в том числе и лидера эсминцев. Безусловно, обладает он хорошей артиллерией. Сейчас мы добавили неплохую хилку, ну и так далее, и тому подобное. Заходим мы на точку. Честно говоря, не особенно я опасаюсь, скажем так, встретить кого-либо из противников. Никто из этих кораблей не может составить мне какую-либо вооруженный отпор, но может Мурманск. Поэтому мы сейчас с вами немножечко так расстреляем и отойдем аккуратненько от всей этой истории, сильно там под Мурманск не попадая. Мурманск, счастью, корабль, ну, в общем, достаточно, хоть и неплохой, но под вопросом его супер-эффективность в наше время. Мы сейчас попробуем, возможно, попробуем... А, Мурманск, он даже без... Он даже без... Без камуфляжа. Вот такое вот, друзья, Мурманск нас сегодня ожидает. Ну что ж, давайте посмотрим на Мурманск без камуфляжа и его... Да, его внутреннее устройство. Цитадели этого Мурманска мы с вами изучим. Неплохо, да? Как видите, залетают наши бронебойные снаряды, и где-то здесь находится вражеский Хацухару и вражеский Широцую примерно тут же где-то. Сдаем мы газ вперед и будем сейчас потихонечку расстреливать вражеские эсминцы. Благо, артиллерия нам позволяет совершенно спокойно это делать, вообще ни минуты не переживая и не беспокоясь. Опять же, если сейчас попытается Хацухару немножко куда-то вперед выйти, для него это будет ну, не лучшим решением, прямо скажем, потому что и торпеду он по нам не сбросит, и перестрелять у нас не перестрелять, ни в коем случае. Так, ну что? Хорошо. Мурманска, опять же, друзья, у нас здесь. Попытаемся мы... Попытаемся мы... Попытаемся мы... Ну, в любом случае, нам с ним уже перестреливаться, дымов у нас уже нет, поэтому... Попытаемся мы его немножко сейчас поймать на бронебойке. Борт. Ну, и наши союзники нам здесь успешно помогают с ним справиться. Вот, кстати, вражеский Хацухару, который наверняка мог уже подгодить в плане торпедок. Я думаю, что нам сейчас надо с ним немножко разобраться. Широцуи сбрасывает торпеды, но надеюсь, что они в меня не попадут. Достаточно уверенно мы продолжаем разбирать эсминцы противника. Получает еще торпеду Тавика, вражеский Хацухару, и мы его забираем. Сейчас идет у нас засвет от Широцуи, но сейчас немножко подождем, он пройдет на этих уровнях, как правило, не всегда даже до четвертого перка на незаметность доходит у нас корабли в прокачке, и поэтому, в принципе, можно особо не бояться то, что у нас будет шибко сильно прям пересвечивать при этом. При определенной дозе наглости мы можем прямо сейчас уже начинать стрелять по Нью-Йорку, но я бы, наверное, немножко сейчас притормозил нашу агрессию, и так мы достаточно, скажем так, жестко ворвались во всю эту контору, и я, наверное, хочу подождать и посмотреть, куда же у нас пойдет противник. Выключим, наверное, предварительно ПВО. Ну, отсветился здесь Широцуи неподалеку, ну, и вот он ложится на обратный курс. Для него это, наверное, будет ошибкой. Нет, передумал, передумал. Окей. Ну, вбиваем мы захватить точку, и... И мы сейчас упоримся, как-то у нас часто бывает, в остров. Но это ничего, это нормально. Нет, нормально. Остров еще никого не пугал у нас, знаете ли. Вот, конечно, что можно сказать в качестве минуса, то, что достаточно долго идет здесь маневр именно с башнями. Башни, конечно, догоняют нас, ну, неохотно, прямо скажем. Я очень не хочу попасться на залп от Нью-Йорка, поэтому сейчас пытаюсь тут всячески маневрировать. Ну, а вот теперь, а вот теперь мы можем, ну, понадеявшись все-таки на то, что Хацухару торпеды нам не выбросил Широцуи, прошу прощения. Ну, в общем, для нашего Хацухару Широцуи разницы особо никакой. В общем, надеемся, что он мне не выбросил торпеды, и можем с большим удовольствием сейчас поливать вражеский Нью-Йорк, пытаясь его поджечь. Я именно хочу его поджечь, можно стрелять ИББшками в такой позиции. Ого-го, а у нас под войско и сзади. Ладно, под войско никуда от нас не убежит, я думаю, Фрутак, я думаю, с ним успешно справиться в случае чего. Хотя, хотя, как знать, не хочет гореть вражеский Нью-Йорк, должен, кстати, пылать просто как свечка. Неужели у него стоит противопожарная подготовка? Удивите меня. Вообще не горит. Вот это Нью-Йорк, друзья. Да, Фрутак успешно разбирается у нас под войске. Есть, пошел, наконец, хотя бы первый пожар. Но, здесь, к сожалению, ничего мне не видно. Может быть, хотя бы сделает хотя бы один выстрел в вражеский Техас. Ой, Нью-Йорк, прошу прощения, но нет. Не стреляет. Ладно. В принципе, как-то идти в агрессию. Вот, давайте по Фусо. Ну, есть шанс немножко еще пострелять. Еще у нас есть возможность. 20 секунд наши с вами дымы еще будут стоять. Можно попробовать немножко покидать по вот этому Фусо. Конечно, безусловно, корабль не является уж прям супер-пупер нагибучим этот гневный, но у него есть свои плюсы, которые можно использовать. Почему? Знаю, потому что я на нем проходил некую часть ранговых боев на каких-то там достаточно лысых уровнях. Не помню, что там конкретно в каком-то было брекете, но достаточно давно это было, но проходил, да. И, в общем-то, даже какие-то свои плюсы этот корабль имел. Вот. Я думаю, что если он, конечно, сейчас по мне жахнет, это будет ваншот. Не хочу немножко я умирать, еще чуть-чуть. Хочу пожить, пожить, пожить. Отличный каламбур. Это пожечь и пожить. По-моему, прекрасное сочетание. Да, к сожалению, вот этим трем линкорам просто им больше некуда стрелять, и любой засвет от моей скромной персоны будет означать, что сразу по мне пойдут фугасы и ББшки, а также их родители. Та-да-та-ра-та-там. Веселые истории. Ну, я надеюсь, что просто кусок корму нас не пробьет за счет ткучности. За счет ее отсутствия. Ну, достаточно неохотно стреляет, я смотрю. Стреляет он охотно, а вот попадать он охотно вроде не планирует. Ладно. У врага еще где-то есть подвойский. Весь из себя такой. Ну, вот этот кусок, кстати, гореть тоже что-то как-то отказывается. Ох, какой у нас Т-22 там есть симпатичный. Тормозим. Это, видимо, был залп по мне, кстати. Ну, что ж, воспользуемся дымами, я так думаю. Почему бы и нет? Если есть такая замечательная возможность, можно и дымами воспользоваться. Ой-ой, прям торпеду мне в бухту. Ну, вроде нет, пронесло. У Нью-Йорка прям, по-моему, совсем отсутствует желание тушиться. Но у него и опять же нету ни камуфляжа, ничего. Друзья, пожалуйста, ну, по-моему, на любых уровнях сейчас есть возможность установить камуфляжи, хоть какие-то. Не брезгуйте этим, ставьте камуфляжи, они вам пригодятся. Они совершенно точно вам пригодятся, они дают много полезных плюсов, поверьте мне. Так, а у нас здесь идет подвойске. Давайте-ка попробуем сейчас мы немножко по подвойскому залпануть, благо, что он у нас тут в дальности нашей. Да, можем по нему стрелять. Можем стрелять по подвойскому и почему? Почему бы нам этого не сделать, если мы можем? Давайте. Огонь. Ого, ой, подвойске, да, авик. Авик может сделать неприятно. Подвойске очень длинный корабль, и поэтому, конечно, там никаких проблем попасть с торпедоносцев, тем более, это орудие, он может кидать по альту. Никаких проблем с этим нет. Мы совершенно спокойно нафармили 70 тысяч урона, особо сильно не вырываясь, причем достаточно внушительное количество урона мы набросали по эсминцам, а это значит, что, это значит, что? Это значит, что у нас будет неплохое преимущество в конце нашего с вами боя. Мне, кстати, интересно, где находится вражеское ружье. Ладно, давайте еще немножко постреляем по фусу и ускорим наш с вами корабль. Опять же, динамика совершенно просто фантастическая на советах. У нас 40 узлов без каких-либо форсажей, а с форсажами у нас будет еще больше узлов. Так, там, дружище, уже горит. Я думаю, что надо еще немножко урона подобрать с этого фусона. Сейчас мы немножко бронспойтик наш поднастроим. Так, Леон забирает Т-22, это нам на руку. Вообще, вот любые минусы, они хороши в таких ситуациях. Кстати, где-то есть АВИК, надо включить ПВО. Более-менее ПВО что-то здесь иногда сбивает, поэтому вы можете не расстраиваться, все-таки иногда ПВО работает. Уражеский Леон там собирается догореть уже. Ну что, Фусо, будешь стрелять? Будешь. Ну, по крайней мере, хоть... Вот видите, что бывает, когда Фусо правильно и стреляет ББшками, а не фугасами. Если бы стрелял фугасами, мог бы так и не пробить больно. Вот ББшками пробил. Молодец. Добирает меня Леон, но это уже в принципе не важно, ничем это его не... ничем ему это не помогает, потому что первым все-таки уничтожен вражеский корабль. 79 тысяч урона здесь у нас набросано. Первое место достаточно неплохо мы сыграли. Ну и, как видите, много плюсов есть у этого эсминца, есть, конечно, и минусы. Фактическое отсутствие торпед. Конечно, иногда их можно применять, но, тем не менее, в большинстве случаев это, конечно, является проблемой. Тем не менее, друзья, вот такой вот он гневный. Если идете по советской ветке, идите с Богом дальше, получайте удовольствие. Возьмите здесь инерционку, она немножко поапает ваше пробитие. Если вас неожиданно забросят против восьмерок, будете чувствовать себя там более-менее нормально. Против шестерок, в принципе, инерционка особенно не нужна. Это именно расчет на восьмые левелы. Ну, если у вас есть супер продвинутый кэп, возьмите себе усиленную огневую подготовку и жгите все, что видите с расстояния 13 и больше километров. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Тури с вами. Увидимся в открытом бою. До новых встречи. Пока-пока.